Увеличить продолжительность жизни на Дальнем Востоке до 78 лет, привести 50% региональных дорог в нормативное состояние, в 28 раз увеличить количество благоустроенных дворовых территорий, в разы сократить долю аварийного и ветхого жилого фонда. Вот ближайшие задачи воплощения 204-го президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Именно их озвучил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе совета при полпреде, который накануне состоялся в Доме переговоров. На совещании присутствовали все губернаторы и временно исполняющие обязанности губернаторов Дальневосточного федерального округа и двух новых регионов, недавно присоединенных к округу – Бурятии и Забайкалия. Теперь на них также будут распространяться все преференции и требования, применяемые к дальневосточным субъектам. На данной территории будет работать созданная нами институты развития. Корпорация развития Дальнего Востока будет оказывать помощь в строительстве инвестиционных проектов, подведении инфраструктуры. Агентство по привлечению инвестиций будет заниматься тем, что написано в названии, привлечением инвесторов. Агентство развития человеческого капитала будет помогать людям получать образование, получать рабочие места на новых предприятиях. В рамках исполнения майского указа Дальнему Востоку предстоит и двигаться в одном темпе с российскими регионами, и в чем-то опережать Центр России, чтобы ликвидировать накопленное за десятилетие отставание, отметил на совете Юрий Трутнев. По ряду субъектов есть некоторые отставания. Называть их сейчас не буду, потому что, еще раз говорю, такие отставания не очень большие, но я всем коллегам и губернаторам сказал, что если не уложите бюджетный процесс, то есть если необходимый объем работ не будет выполнен до конца года, то неиспользованные деньги будем снимать в адрес других субъектов. В Приморье, это отмечает и глава региона Олег Кожемяка, на сегодняшний день отстает по многим показателям. Более 37 тысяч детей учатся во вторую смену, капремонта требует более 200 школ, общеобразовательные учреждения в селах в аварийном состоянии, 80 туалет и на улицах. И дети с полутора лет не обеспечены местами в садиках, как было обещано. Эти цифры глава региона озвучил на совете. В образовании и здравоохранении, по мнению Олега Кожемяка, нужны коренные преобразования. Все, что связано с жизнью людей, все, что связано с воспитанием, все, что связано со здоровьем наших граждан. И, конечно, это позволит выйти на те показатели, которые сегодня определены и в национальной программе, определены в указы президента. Безусловно, это базовое увеличение и окладов работников в бюджетной сфере, увеличение доходной части бюджета, как за счет экономики, так и за счет тех субвенций, субсидий, которые мы должны будем получать из федерального бюджета. Есть и хорошие новости. Приморья на низших, но не на последних строчках в дальневосточном рейтинге по уровню заболеваемости, смертности и падению демографических показателей. В регионе уже начали привлекать необходимые кадры, рассказал глава региона. Но без поддержки федерального центра резких подвижек не обеспечить. Для того, чтобы достичь показателей выше среднероссийских в развитии социальной инфраструктуры, экономики, конечно, необходимо решать целый комплекс вопросов. Кроме того, в ходе Совета при полпреде президента обсудили подготовку национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года. Программа будет подкреплена указом президента. В Приморском украе в этой нацпрограмме посвятят отдельный раздел. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.